МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временный запрет на движение большегрузов вводится ежегодно для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорожного полотна в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. Руководителям предприятий и организаций, а также физическим лицам рекомендовано до 1 мая обеспечить завоз необходимого количества сырья, материалов и оборудования. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школу-сад в поселке Нельминос построит окружная компания «Строй-универсал». С ней заключен государственный контракт по результатам торгов. Отметим, что проектная документация на строительство объекта была разработана организацией архитектуры и дизайн из Архангельска. Согласно проекту, школа рассчитана на 135 учащихся, детский сад на 80 воспитанников. Двухэтажное здание учреждения будет блочно-модульным, из металлического каркаса. В школе разместятся учебные помещения, кабинеты, спортзал, актовый зал, столовая, библиотека, медицинские кабинеты, санитарные узлы, комнаты личной гигиены. В детском саду будут игровые, раздевальные, туалетные помещения, спальни. Подрядчик должен сдать объекты не позднее 1 мая 2024 года. В настоящее время школа-поселка Нельминос размещена в нескольких отдельно стоящих зданиях. Это основная школа, начальная и столовая. Отдельным подразделением образовательного учреждения является детский сад, который размещен в двух зданиях 1968 и 1975 годов постройки. Напомним, торги по строительству школы-сада в Нельмино-Мносе проходили в первый раз в прошлом году. Тогда на них поступила единственная заявка от «Строй-Универсал». Однако контракт не был заключен, и торги объявили повторно. Родители будущих первоклашек, проживающих в домах, закрепленных за школами, должны подать заявление на зачисление ребенка в первый класс с 1 апреля по 30 июня. Об этом сообщает Департамент образования, культуры и спорта НАО. В округе действует постановление о закреплении образовательных организаций округа. Родители, которые хотят отправить ребенка в школу не по прописке, смогут подать заявление с 6 июля. Набор будет проходить до окончания свободных мест в классе. Согласно правилам, возраст первоклассников должен быть не младше 6 лет, 6 месяцев и не старше 8 лет. Если родитель хочет отдать в школу ребенка другого возраста, необходимо письменное заявление от родителей и разрешение учредителя школы. Дети имеют приоритетное право зачисления в школу, если там уже учатся их братья и сестры. Документы по зачислению ребенка в школу можно подать лично, почтой и заказным письмом, по электронной почте или через официальный сайт школы. Жители Ненецкого автономного округа, которые хотят принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, могут записаться в школу приемных родителей. Запись на курсы уже открыта, сами занятия пройдут с 17 по 23 мая. Если человек решился на такой ответственный шаг, как принятие ребенка в семью, то ему необходима помощь специалистов. На курсах будущие приемные родители получают знания по педагогике, детской психологии, информацию о мерах социальной поддержки приемных семей и знакомятся с особенностями детей, оставшихся без попечения родителей. Также на курсах организовано психологическое обследование кандидатов на уровень готовности принятия нового члена семьи. Получение свидетельства о прохождении курсов является обязательным условием для принятия ребенка в семью. На курсы могут записаться и родственники семьи, готовых усыновить или удочерить ребенка, а также педагоги и психологи, работающие с замещающими семьями. Школа приемных родителей состоит из семи занятий, продолжительность программы – 72 часа. Часть материала будущим родителям предстоит изучить самостоятельно. Явка обязательна на все занятия. Время занятий в будние дни – с 13 до 17 часов, в выходные – с 10 до 14 часов. Обучение в школе приемных родителей бесплатно. Записаться можно по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, или через официальный сайт Центра содействия семейного устройства «НашДом». В прошлом году обучение прошли 23 семьи. Восемь из них приняли в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Предприниматели Ненецкого автономного округа могут обратиться в Центр развития бизнеса за бесплатной консультацией по подбору помещения, будь то офис, магазин или склад. Специалисты Центра развития бизнеса готовы помочь начинающим и действующим предпринимателям с подбором помещений для аренды, а также для покупки. Также для окружных бизнесменов доступна льготная аренда недвижимости в городе и населенных пунктах округа. За аренду госимущества предприниматели будут платить 1% от аренды первые два года, на третий год 25%. Полная стоимость арендной платы будет только на шестой и последующие года. Кроме того, предприниматели могут арендовать помещения, находящиеся в собственности Наринмара, под 0% за первые три года при условии капитального ремонта или реконструкции помещений. Уточнить информацию можно по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, или обратившись в офис Центра развития бизнеса за личной консультацией. В период проведения голосования за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Комфортная городская среда», который будут реализованы в окружной столице в 2023 году, волонтеры будут подходить к жителям округа и с помощью планшетов рассказывать, как происходит процесс голосования. Человек сможет проголосовать на месте, если помнит свои данные для входа на портал Госуслуг или посмотреть инструкцию на планшете, получить бумажную памятку с этой инструкцией и проголосовать дома. Голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда» будет проходить на едином федеральном портале, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах. Принять участие в проекте смогут все жители округа в возрасте от 14 лет. Все три территории, участвующие в голосовании, предложены самими горожанами. Это спортивная игровая площадка в районе дома номер 34 по улице Первомайской, прогулочная тропа в Сахалинском лесу и спортивная игровая площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие периоды. В Ненецком округе сенатор Денис Гусев учредил именную стипендию. Ее будут получать дважды в год 27 лучших студентов на Ринмарских профессиональных образовательных учреждений. Студенты, обучающиеся в Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова, на Ринмарском социально-гуманитарном колледже имени Вучейского и Ненецком профессиональном училище, уже в сентябре этого года получат первую стипендию. Идею поощрения ребят, проявивших способности, трудолюбие, настойчивость во владении знаниями, а также добившихся успехов в области спорта и общественной деятельности поддержал губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Стипендию могут получать студенты, имеющие высокие показатели в учебе, творчестве и спорте, а также студенты-активисты общественных организаций и объединений, органов учебного самоуправления и инициативных групп. Всего учреждено 9 разовых именных стипендий сенатора по трем номинациям за достижения в учебе, за достижения в спорте и за активную общественную работу. Размер стипендий составит от 1 до 3 тысяч рублей. Они будут выплачиваться единовременно по итогам учебного семестра за счет личных средств сенатора от Ненецкого округа Дениса Гусева. В каждом из образовательных учреждений на стипендию могут претендовать 9 человек. Ледоход в районе Ненмара ожидается 17 мая. Прохождение ледохода на реках Ненецкого округа ожидается значительно раньше обычных сроков. Согласно прогнозам, реки вскроются от льда на 10-14 дней раньше. В Ненецком округе по всей территории максимальное отклонение в сторону ранних сроков – 10 дней, 2 недели и даже больше. Если брать Печору в районе Ненмара, то там ледоход ожидается на 10 дней раньше среднемноголетних значений – 17 мая. По норме лед к Ненмару обычно подходит 27 мая, комментирует начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета Наталья Белихина. При этом толщина льда на Печоре соответствует среднемноголетним значениям. На реках Архангельской области ледоход также начнется раньше. Подход льда к Архангельску в этом году ожидается 27 апреля. По данным Севгидромета, в среднем ледоход подходит к Архангельску 3 мая.